В Рязани обсуждают возможность строительства надземного перехода на перекрестке улиц Есенина и Кольной. Об этом рассказал зампред областного правительства Евгений Беленецкий в интервью главному редактору 62Инфо Антону Насонову. Планируется, что сооружение будет круговым. Зайти и выйти можно будет на любой из четырех сторон. Пока эскизов нет, но можно посмотреть, как подобные сооружения выглядят в других городах. Например, вот такой переход есть в Питере. Хотят ли рязанцы, чтобы и у нас в городе появился такой переход? У нас тут, наверное, мало дорог, что, наверное, думаю, что он не нужен. Любой переход помог бы городу. Неважно, в каком инвестиции будет. Чем больше переходов, тем проще будет двигаться. Думаю, что да, как в Премьере, в принципе, было бы неплохо. Думаю, лишним не будет. Нужен, но тяжело, мне кажется, с колясками будет те, которые мамочки и инвалидам. Ну, я не знаю, если только сделать какие-нибудь лифты. Проектная группа уже работает над конкретными техническими решениями. Также нужно будет решить вопросы эстетики, отметил зампред областного правительства Евгений Беленецкий. Пока проект разрабатывается, жители нашего города обсуждают сооружение, которое, возможно, появится на перекрестке улицы Есенина и Кольной. Ну, как бы да, потому что здесь светофоры очень долго горят, их очень долго ждать как бы. Особенно в такую взрыву вообще неуносимо. Как бы было бы хорошо бы. Предполагается, что финансирование на строительство надземного кругового перехода можно будет получить в рамках профильного национального проекта. По мнению рязанцев, подобные сооружения могут потребоваться не только на перекрестке улиц Есенина и Кольной, но и на других проблемных участках. Перекресток глобуса. Вот там тоже очень, вот мы там часто бываем, тоже очень долго вот это вот ждешь. А подземный переход было бы очень удобно. Надо сделать так, чтобы не было пробок ни утром, ни вечером. Мы живем за городом и каждый утро стоим на барсе. Я думаю, развязка нужна какая-то. Когда в нашем городе появятся те или иные объекты, такие, например, как надземные круговые переходы, покажет время. Мы будем следить за развитием событий.